Любимые, дорогие, всем бонжур! Ура! Наконец-то новый расклад! А что, уже неделя прошла? А что, уже среда? Тем не менее, давайте посмотрим, что нас ждет на этой неделе с 8 по 14 апреля. Карты Таро для девочек. В основном мы девочки, так что нам можно. Загадывайте себя, интересующего вас партнера. Посмотрим, как у него пройдет неделя или какую-то проблему. Решится она или не решится, это загаданная проблема. Ну, давайте все традиционно. Три варианта. И по три карты будем выкладывать на каждый вариант. Взяла эту колоду, потому что мне понравилось, как она нам ответила на предыдущий расклад недельный. Причем я такая сначала, да, не, сначала не поверила картам, да, не, не может быть. А потом, как оно сбылось, я такая, а вот оно. А вот надо доверять картам. Они говорят, что да, не, ничего не сбудется. Так что, саму даже меня удивляют мои собственные прогнозы и в том числе эти карты. Давайте сегодня, на этой неделе тоже дадим им шанс. И посмотрим, что же они нам предскажут на 8-14 апреля. Итак, три варианта. Загадывайте себя, проблему или партнера. И выбирайте, и смотрим. Итак, первый вариант. Что ждет нас, партнера или загаданного сюда, или проблему. Так, новости, во-первых. Счастье долголетия. Это прекрасно. Ну, и неприятности. А как же без ложки дегтя в этой бочке меда не обошлось? Ну, я думаю, что ничего страшного. Во-первых, по карте новости вы получите новости. Вы получите некое сообщение. Если загадали особенно сюда какую-то важную проблему, получите необходимую для вас информацию. Информация может быть абсолютно неожиданная для вас, которая откроет новые перспективы, новые возможности. И, может быть, да, возможно, эти возможности будут связаны с какими-то новыми поездками, с тем, что вам просто нужно куда-то поехать, что-то там сделать. Может быть, если вы готовитесь к какому-то переезду, и, вернее, вы пока в таком подвешенном состоянии, вы не знаете ехать вам, не ехать, убивать, не убивать, да, цитата. Ехать вам, не ехать, делать, не делать, делать шаг или, да. Ну, то есть шаг делать придется абсолютно точно. Ну и также, если вот у вас актуален вопрос ехать, не ехать, естественно, эта информация, которую вы получите, даст вам положительный ответ. Нет, с одной стороны, ехать обязательно. А с другой стороны, возможно, даже вы не ожидали такой информации о поездке, никуда не намыливались. А информация возьмет и придет. То есть такую новость вы получите, которая откроет вам новые горизонты, не только в переносном смысле, да, не только информация, как информация новая для вас, да, и перспективы какие-то откроются, ну и буквально, возможно, будет информация о какой-то поездке. То есть вот пришла информация, и вы поняли, что вам нужно собирать вещи и срочно куда-то ехать. Может быть, не срочно, но в некой обозримой перспективе, да. Короче, вот вы не знали, не ждали, не гадали, а тут вдруг поездка наклюнется, да, и обязательно вам придется туда ехать. Там, куда вы поедете, давайте, собственно, об этом направлении, да, там будет все для вас ново, вам будет все интересно. Вы, как я люблю говорить, попадете в дивный новый мир, в хорошем смысле, где все будет, с одной стороны, структурировано, с одной стороны, очень все четко, ясно, понятно, а с другой стороны, вам придется там вот изучать вот эту новую структуру, ну, для вас новую, да, то есть там вот все структурировано, там какие-то вот новые, да, не новые, а свои дома, свои здания, свои знания, и вам придется с этим совсем знакомиться, вы будете смотреть на это очень удивленно. С одной стороны, ну, вы с таким, может быть, еще не сталкивались, да, то есть, с одной стороны, это будет действительно что-то в новинку для вас, а с другой стороны, вас это будет даже не просто удивлять, а восхищать, насколько это все правильно, четко, ясно, насколько это хорошо сделано, насколько это все в каком-то смысле даже грандиозно, да, ну, короче, если вы получили какую-то информацию, да, вот это, вот эта вот грандиозность, она вас поразит просто, вот теми, то есть, те перспективы, которые перед вами откроются, они поразят вас структурированностью, грандиозностью, насколько это все удобно, насколько это все, как вот, ну, компакт, но это не, то есть, тут наоборот, размах, но компактно в смысле, что рационально это все дело там построено, сделано, может быть, вы меняли профессию, как Иван Васильевич меняет профессию, может быть, вы, ну, как бы, не, не было ни хрена, вдруг аршин, да, а вдруг алтын, как говорится, не было ни гроша, а вдруг алтын, вот, возможно, вы не намеревались какие-то планы строить серьезные, грандиозные, то есть, может быть, вы просто вот с подругой за компанию куда-то решили пойти, просто поиграться, просто за компанию пойти в какую-то тусовку, и вам там могут сделать некое важное предложение, которое откроет для вас поистине серьезные, грандиозные перспективы. Я вот ищу эту карту, да, эту карту новости, эту карту перспектив здесь, и, да, вот, короче, вы не настраивались на это, вот, нашла, да, только пожаловалась, что ищу эту карту, вы получите неожиданные вести, письмо, если карту окружают благоприятные карты, у нас благоприятные, в первую очередь, это карта счастья и долголетия, то новости будут хорошими, естественно. Так вот, вы не ждали, что там вам вообще предложат что-то серьезное, вы просто пошли туда за развлечением, за компанию, просто вот отдыхать решили, а тут вдруг вот что-то такое открылось, что действительно вам грозит чем-то серьезным, и вам, самое главное, нужно принимать это приглашение, предложение, то есть вас поставят перед выбором, от которого вы не сможете отказаться, и вы обязательно, вот, найдете это свое счастье, вам придется в новых обстоятельствах протаривать, да, протарить дорогу к этому новому, вашему счастью, неизведанному, да, в новое, в путь в неизведанное. Карты счастья и долголетия это долгожданные вести, здесь так эта колода нам отвечает, но я не... возможно, конечно, вы получите именно те известия, которых вы ждали, но, скорее всего, в любом случае, будет здесь момент неожиданности, то есть, возможно, вы настолько... они уже настолько долгожданные, вы уже так давно этого всего ждали, что вы уже на это немножко забили, и вы не ждали прямо вот сейчас серьезного какого-то развития, а вот оно и пришло, это известие, и это развитие настало таки. Награда нашла героя, вас таки ж... Старик Державин нас заметил, вас таки ж догнало вот это долгожданное вами счастье, да, долгожданное счастье, которого вы долго-долго ждали, если долго-долго-долго, соответственно. Вот. Ну что, будет немножко непонятно, будет немножко странно, но перспективы хорошие, перспективы замечательные, будь то поездка, будь то какое-то предложение о смене работы, о новом хобби, о новом бизнесе, о новом каком-то предприятии. Если вы загадали сюда конкретную проблему, получите конкретные долгожданные новости по этому вопросу. Прежде всего вас, и особенно если вопрос загадали, вас вообще ничего не будет интересовать. Другое, то есть вы вот получите эту новость, и она вас прям вот... Во-первых, она станет фигурой на фоне, то есть все остальное в вашей жизни станет просто неким фоном. Все остальное, что вы знали по этому вопросу, будет уже неважно, потому что вот это решающий момент, вот это решающее известие, решающая информация, да, вот как некая красная тряпка, как вот этот змей, да, как этот воздушный змей, который вот красный на фоне всего. То есть все остальное будет уже не так уж важно, самое главное, вот то, что вы узнаете, да, вот эти новости, которые получите. Письмо, сообщение, появление оленя, человека издалека, тоже сюда все это дело подходит. Ну, счастье, долголетие, оно говорит само за себя, то есть вы абсолютно будете на этой неделе счастливы. Вызов у вас будет, возможность принять вот этот. Но, тем не менее, да, ну, давайте прочитаю, попытайтесь понять все происходящее в вашей жизни, осмыслить, объяснить, проанализировать. Ну, да, в окружении благоприятных карт, карта означает счастье, крепкое здоровье, ну, чего я вам и желаю. Конечно, могут быть какие-то неприятности мелкие, но я думаю, что вот эта карта главная, основная, самая сильная, она ознаменует, да, ознаменует весь этот расклад и говорит о том, что, в принципе, даже если вылезут какие-то болячки, они не будут вас сильно напрягать. Ну, как бы, вот если есть какая-то хроника, то она есть и есть. Если вы немножко простужены, то простуда, ну, как бы, вот она где-то там присутствует, вяло текущее, вот вяло текущее, оно где-то присутствует, но вы к этому уже привыкли, это уже не мешает вам жить, работать, что-то делать, да, радоваться жизни, наслаждаться этому счастью, сходить с ума просто от счастья по этим новостям, которые вы получили, да. Ну, что я хочу сказать, во-первых, все-таки спокойствие будет для вас на этой неделе, основным моментом. По ритму, хоть и получите новости, но поездка вот эта и вот это движение, оно у вас будет не сейчас, не на этой неделе. Кстати, может, вы уже получили какие-то новости, да, что получите, может, уже получили. И вы понимаете, что делать придется, выбирать этот путь придется, не отвертеться, но само развитие, оно идет не прям сейчас, а все-таки через какое-то время, да. То есть, ну, не на этой неделе это уж 100%, может быть, даже и не в этом месяце, не в юном месяце апреля, может быть, даже чуть позже это все будет у вас развиваться и реализовываться. И вообще, это долгий путь, это путь на перспективу, то, о чем вы получите это известие, да. То есть, это все, это все не на один момент, это все надолго. Но фишка в том, что вот сейчас будет вот эта вот отправная точка, вот это кульминационное известие, да. И в целом вы не будете особо никуда мотаться, даже если вы, на вас найдет такой рабочий стих, и вы, получив это известие, сразу решите быстренько собраться и что-то делать, не даст вам судьба натворить глупостей сразу, да, потому что если вы вот прям сейчас получите эту информацию, и решите быстро куда-то ехать, то, возможно, вот здесь вы и вляпаетесь, пардон, в эти неприятности, когда вы куда-то поедете, а вам в любом случае поставят некую заслонку, некое препятствие, что пока туда не суйся, потому что ситуация должна созреть, вы должны созреть, вы должны немножко это все наработать, да, вот что-то сделать, еще какую-то подготовку пройти, чтобы все это реализовывать, то есть, ну, торопиться не нужно здесь, да, если вы будете сильно торопиться, то, ну, да, сами наткнетесь на некую стену, и будет у вас такое ощущение, что вот птица счастья завтрашнего дня, вот она здесь, она никуда не девается, то есть счастье есть, возможность есть, но ощущение, что мы вот сели в лодку, да, поплыли, и было море, и вдруг это море высохло, и вдруг вы вот посреди пустыни остались в этой лодке, и такое странное чувство, что и что, и что дальше, да, вот мы поехали, отправились в это путешествие, вот вроде все, все, все шло, и вот вдруг, да, только-только отъехали, только начали, и вдруг все встало по каким-то странным, независящим от вас причинам внешним. Я не думаю, что эта карта здесь говорит именно о каких-то катаклизмах, о каких-то, ну, там, всяких, да, наводнениях или наоборот засухах, думаю, что наоборот скорее здесь эта карта в психологическом смысле вам дает совет, что не торопитесь, все придет в свое время, дорога долгая, да, дорогой длинною, да, ночкой лунною, у вас все это предстоит, все будет, но вот сейчас, в ближайшее время, на этой неделе вы пока ничего не сможете сделать, и даже если куда-то поедете, вы там встанете, то есть поездка отложится, встанете в пробку, будете стоять, плюнете, и, может быть, даже вынуждены будете, ну, если не вернуться, то застрять где-то на полпути, где-то на середине дороги, но что я вам хочу сказать, да, даже если вы загадали сюда какую-то проблему, и вы получили вот такое, да, после этих хороших, перспективных новостей, новостей о развитии, о каком-то прорыве, о какой-то поездке, о том, что надо куда-то ехать, что-то делать, вы, естественно, соберетесь с таким энтузиазмом, туда поедете, и вдруг вы получите вот это вот известие о том, что сейчас пока все ставится на паузу, вы будете, конечно, немножко удивлены, да, вас будет это злить, может быть бесить, да, вы будете в шоке, но каким бы ваш шок ни был, потому что действительно будет неожиданно, да, вот вроде собрались, а вдруг вместо моря суша внезапно, да, оказались посреди пустыни, вроде летучий корабль, не летучий, вроде летели нормально, а вдруг хоп, и все, вот, то есть возможно вас все равно это не лишит вашей мотивации, вы будете готовы ждать, ну, короче говоря, да, заранее готовьтесь, что вам ждать придется, заранее держите в уме вот эту вашу цель, заранее, ну, не теряйте вот эту птицу счастья завтрашнего дня, пусть она будет с вами, вот эта вот надежда с вами о том, что все это перспективно, все будет, но чуть попозже, да, короче, если у вас пауза, если вас судьба дальше не пускает, если ничего не получается сейчас, вас это не разочарует, не заставит там все бросить, опустить руки, вы в любом случае будете иметь в виду вот эту свою цель развития, соответственно, ну, и что по проблеме, резюмируя этот расклад, что-то я много говорила, надо почаще, почаще делать расклады, чтобы все меньше, меньше говорить, быстрее свои мысли, которые нам здесь карты показывают, да, быстрее свои мысли излагать, что, что по, по сабжу-то, что я вам хотела сказать, да, соответственно, что, если вы загадали сюда какую-то проблему, проблема сейчас не решится, естественно, но вас очень порадуют перспективы решения этой проблемы, и, возможно, это даже не проблема, это некое новое решение, новое открытие для вас, некая новая даже цель, да, вот, проблему превратить в цель, вот тут у вас даже ничего делать не придется, чтобы превратить эту проблему в цель, потому что она сама оформится перед вами, когда вы получите эту информацию важную, главную для вас, это будет и поворотным этапом в вашей жизни, и таким вот, как некое своеобразное колесо фортуны, которое крутанулось и подарило вам это счастье, эту новую интересную возможность, да, то есть, ну, долгий перспективный путь, серьезный путь, новое развитие, новое направление, вплоть до переезда, вплоть до смены работы, вплоть до смены образа жизни, в целом, вот такие замечательные перспективы вас ждут на этой неделе. Прежде всего, давайте все-таки отойдем от неприятности, отойдем от проблем всяких разных, да, загадали, не загадали сюда проблему, карта олень, это же все-таки карта в некотором смысле персонифицированная, давайте ее персонифицируем, и кто хочет встретить свое счастье в лице какого-то конкретного человека, молодого или не очень молодого, я надеюсь, что вот эта вот карта нам и говорит о том, что собственной персоной этот человек появится в вашей жизни на этой неделе, если он до сих пор не появился еще у вас, да, так что ждите его появления. Ну вот, чтобы это услышать, стоило, наверное, прослушать весь этот мой расклад, весь этот мой спич, который подвел нас к этому счастью и долголетию, и к этому вашему оленю. Ну все, новых новостей вам, да, хороших известий вам, новых людей в вашей жизни, старых новых людей, здесь не важно, новый этот олень в вашей жизни, не новый этот олень в вашей жизни, вы его узнаете, когда он в вашей жизни появится, потому что это будет прям очевидно, что вот оно, вот оно пришло, вот она пришла, весна, как паранойя, вот оно пришло, олень, Вот оно, ваше счастье. Так что ждите его, он появится. Только с весны он появится. Ну, все, пожалуй, да, что здесь можно еще такого интересно сказать. Если вы видите какие-то конкретные смыслы, подходящие под вашу конкретную неделю, под вашу конкретную ситуацию, может быть, за эти дни у вас уже что-то такое произошло интересное, открылась новая информация, то, естественно, примеряйте вот эти образы с этих карт на свою жизнь, свою ситуацию, берите свои смыслы. Фу, все, пожалуй, пусть у вас все будет хорошо, с самочувствием прекрасно, известий дождитесь, и будет вам счастье, спокойствие, долголетие. Рыпаться никуда на этой неделе не будете, и особого движения здесь нету по жизни. То есть, ну, как бы, бегать никуда не придется, скорее всего. А если даже побежите куда-нибудь, то все равно придется там ждать благоприятных новых возможностей. Все, пожалуй, реализации этих новостей я перехожу к следующей, ко второй позиции. Итак, наконец-то, второй вариант. Что же нас ждет по этому варианту? Карта подарок. Ура, какое счастье! Карта храбрость, сила. И третья карта обучение, тайна. Очень интересно. Карта подарок выпадала уже в том, ну, не предыдущем раскладе, а в предыдущем недельном раскладе на этой колоде, которую я делала, которая была аж на мартовскую неделю последнюю. Там выпадала карта подарок, и там, возможно, у вас эта ситуация вот так и длится-длится, да, то есть она аж уже на третью неделю пошла. А возможно и нет. Возможно, только сейчас в вашей жизни появится какой-то человек. Вы, опять-таки, как в предыдущем первом варианте, получите информацию, письмо. Может быть, любовное какое-то признание, возможно, признание в духе, вернее, не в духе, а в виде музыкального подарка какого-то. Кто-то вам сиренабу споет или просто подарит красивую песню, красивую мелодию. Но это будет не просто так. Это будет музыка со смыслом, которая вас вдохновит на какие-то значимые, сильные поступки. Также, возможно, эта музыка... Ну, то есть, применяем не просто тогда. Я для себя уже лично нашла оркестровую музыку, которая меня очень вдохновляет на этой неделе. Может быть, вы тоже уже нашли себе что-то такое вдохновенное, вдохновительное, да. И под этот трек «Arbeiten, arbeiten» работайте свою работу. Ну, это самый простой вариант был бы, если бы вы сами себе нашли. Но мне кажется, что здесь вам обязательно нужно сказать, что вы именно в качестве подарка не только от судьбы, не только сами от себя, себе же, а вы от именно какого-то значимого для вас человека получите этот подарок. Возможно, музыкальный подарок. Это может быть, кстати, предложение. Сразу предложение. Нет, может быть, приглашение на концерт, куда-нибудь в филармонию. Может быть, предложение, приглашение. Ну, то есть, билеты какие-то человек вам может подарить. Просто пригласит вас на свой концерт или чей-то концерт. Или скажет, что как круто было бы вместе сходить, послушать музыку интересную. Может, вам прислать интересные треки. И треки, прежде всего, не только вдохновляющие вас, опять же, на подвиги, но и треки именно со смыслом, да, музыка со смыслом, которая как-то развивает ваши отношения, проясняет ваши отношения. Музыка с намеком, да, песенка с намеком. О любви я на это намекаю лично. Вот хоть здесь, как бы, таких любовных-то карт особо... Ну, не особо они здесь любовные. Вот. Ну, у нас колода 12+, так что, как бы, в прямом смысле любовных карт здесь еще, как бы, нету, не предусмотрено. Но, тем не менее, мы все ждем любви, поэтому... Поэтому вот этот подарок музыкальный, прежде всего, поэтический, будет связан именно с вашими отношениями. Хочется мне вам пожелать именно с отношениями с этим важным для вас человеком. И, с одной стороны, конечно, вас это все вдохновит, а с другой стороны, ну, вообще, да, жить и работать стоило, хочется, с одной стороны. С другой стороны, вообще вам захочется свернуть горы на этой неделе. У вас будет сила, у вас будет энергия, вы в тонусе, наберетесь смелости сделать какие-то шаги, которые вы до сих пор сделать боялись, да. Все, что вы боялись, но хотели сделать, все, что вы боялись, но хотели спросить, вот, наконец-то, вы получите такую возможность. Если вы загадали сюда, ну, какие-то свои рабочие моменты, какую-то конкретную проблему, я думаю, что вы так же, как и в первом варианте, получите здесь, можно было вообще, наверное, один вариант делать, получите здесь некую информацию, но это информация, скорее, эмоционального характера. То есть это не новость какая-то, да, не информация, как вот перемены в жизни, да, не информация, как о переменах в жизни, а скорее просто какое-то воодушевляющее эмоциональное сообщение, которое вас вдохновит, и вы вот сами будете в силах и, главное, почувствуете себя в силах сделать какой-то решительный шаг, сделать какой-то прорыв. Вот я, наконец-то, подала заявку на поверку счетчика воды, может быть, даже такие какие-то бытовые мелочи вы решитесь, наконец-то, сделать, да, что угодно здесь может быть. Вы вдохновитесь, вы полны энергии, силы, решимости, вот это самое главное, да, применяйте эту силу на то, что вам захочется делать. Ну, то есть куда вы ее хотите применить, туда применяйте сами, потому что это решать в любом случае только вам, но самое главное, что эта карта говорит о том, что сила, энергия у вас будет, и, в принципе, вам все равно здесь. Одни вы, не одни, есть у вас помощь, нету помощи. Вот часто некоторые говорят, ну, как же, я одна, я с этим не справлюсь. Допустим, семью завести, да, ребенка, как ребенка воспитывать, обязательно нужен муж, да, я одна-то не справлюсь, все такое. Вот здесь, ну, как пример, да, такой серьезный пример по жизни. Может быть, здесь что-то такое совсем несерьезное для вас будет актуально в духе поверки счетчика, но тем не менее, да. В любом случае вы будете чувствовать в себе силы справиться с проблемой самой или самому. Если у вас раньше были такие вот мысли, что, ну, я же одна, никто мне не помогает, я же не могу все вот на себе тащить, да, я не справлюсь. Здесь вот полностью уходят у вас вот такие грустные мысли, и вы, самое главное, чувствуете энергию, силу, что вы все можете, что вы всего достигнете сами, да. Я это могу, yes, we can, да, даже если вы это, ай, даже если я одна, я все могу сама или сам, или само, соответственно, да, если вы, смотря кто вы, да. То есть такое вот будет ощущение, что вам не нужны никакие костыли в виде других людей, вы и сами с усами, вы и сами все сделаете. Возможно, ощущение, что действительно вокруг вас никого нету, что вы одна, вы там в пустыне и т.д. и т.п., но это все уходит на второй план, потому что вы живете свою жизнь, вам интересно жить свою жизнь, вам интересно ставить цели, вам интересно достигать, вам интересно общаться, с кем вы общаетесь, да, развивать отношения, с кем вам интересно развивать отношения, не оглядываясь ни на кого. Возможно, этот некий человек, от которого вы получите сообщение, он не очень нравится другим людям в вашей жизни, но вы, скорее всего, решите предпочесть именно его, вот этого конкретного человека, который вам больше нравится, а те, кто вам капают на мозги, вы решите от них немножко дистанцироваться, как вариант, да, и такая тактика тоже будет правильная, такая тактика тоже придаст вам сил, энергии, решительности, то есть, короче, если вы решите здесь немножко от кого-то отдалиться, это пойдет тоже вам на пользу, вы почувствуете, что люди просто перестали тянуть из вас энергию, блин, и, наконец-то, у вас появилась энергия на то, что вы реально хотите делать, куда вы реально хотите действительно идти. Вот аж так, да, аж так. По поводу работы, вот я немножко заикнулась о работе, ну, или вообще в той сфере деятельности, в том окружении, где вы заняты какой-то деятельностью, а в каком-то трудовом, учебном, каком угодно коллективе, возможно, вы поразите всех коллег своей решительностью, своей инициативностью, то есть никто от вас не ожидал каких-то решительных поступков, а тут вот вы вызвались что-то, да, как говорится, у нас инициатива наказуема, ну, здесь вы будете полны такой инициативы, если будет какая-то работа, за которую, типа, никто не берется, потому что она, ну, немножко рискованная, немножко сложная, и вдруг вы на это вызвались, конечно, здесь будет вам почет и уважуха, да, респект и уважуха, почет и уважение, потому что, ну, может быть, некоторые там как-то боялись этого и зауважают вас за то, что вы за это беретесь. Возможно, вы сами не проявляли раньше такой решительности, а сейчас вдруг доросли, почувствовали себя в силах это все сделать, да, и это станет большим сюрпризом для вашего окружения, и вот что хочу сказать, да, вы сразу вырастите в глазах вашего окружения, на вас чуть ли не молиться будут, соответственно, но имейте в виду, что все-таки есть некие люди, не то что прихлебатели, но люди, которые готовые, как бы вам это объяснить, но вы, наверное, уже сами понимаете, что я хочу сказать, которые готовые, ну, немножко как бы примазаться к вам, да, что, типа, жираф большой, ему видней, то есть если ты берешь на себя ответственность, ой, типа, и мне сделай, и мне помоги, и мне ты-ты-ты, ну, ты вот такая сильная, да, ты такая крутая, ты такая мощная, ой, ну, сделай мне, пожалуйста, а то у меня лапки короткие, ну, вы поняли, да, вот такой подход тоже вы можете коллег на себе ощутить, да, ну, коллег, близких тех людей, с которыми вы как-то взаимодействуете, особенно в какой-то деятельности, могут быть это и родные, если вы с ними чем-то вместе занимаетесь, да, типа, если ты берешь на себя инициативу, ну, вот инициатива наказуема в том смысле, что ты такая крутая или крутой, да, ты такой прям молодец весь, да, вот помоги мне, то есть вот помоги мне, то есть вот такой запрос от окружающих, с одной стороны, вы можете получить, да, с одной стороны, ваше возвышение, а с другой стороны, хочу к тебе на ручки, посади меня на свою шею, вот такой момент тоже может быть, но я думаю, что вы сами разберетесь, что с этим делать, кого сажать на шею, кого не сажать, кому помогать, кого так мягко отстранить, поставить на место, сами будете знать, по ходу пьесы поймете все. Дальше обучение тайна, тоже я в прошлом, предыдущем полторы неделишном назад, гадании мартовском, да, рассказывала об этой тайне, уже не полторы, а две недели, да, об этой карте обучения тайна. Я думаю, что здесь это будет карта, прежде всего, связана с другими людьми, с некой переменой отношения других людей к вам, то есть вы по-другому себя будете позиционировать в обществе, в коллективе, среди других людей, вы будете большее на себя брать. Ух ты, я прямо разошлась-то как, да? Надо почаще гадать, да? И люди будут смотреть на вас и по-другому немножко себя с вами вести, и вы узнаете много нового и интересного о ваших отношениях с этими людьми, вернее, об их отношении к вам. То есть перед вами откроется, как будто, опять же, дивный новый мир. Вы увидите и других людей. То есть если вы возьмете на себя ответственность, куда-то поедете, вы там можете столкнуться с новыми обстоятельствами, с новыми людьми, да, с людьми другого порядка, не скажу прям высшего какого-то порядка, ну, или высшего ранга, может быть, и буквально высшего ранга, но с каким-то новым миром. Допустим, если на работе вам дают задание, ну, или вообще кому-то дают задание, там, отвезти куда-то документы, куда-то поехать в какую-то командировку, вы берете за это дело, вы туда едете, даже если это какая-то другая фирма, да, даже если это не очень далеко, и вы попадаете или в какое-нибудь, не знаю, посольство, да, в какую-нибудь организацию, в какую-нибудь контору, вы туда приедете, и вы будете внимательно смотреть, что там делается, какие акулы пиратам водятся, вы будете на все это смотреть и удивляться вообще вот этому, этим людям, этим отношениям, то есть это совершенно другой новый мир для вас, да, вы будете вот так вот удивлены тем, куда вы попадете, и что вы там увидите, совершенно другое, не то, к чему вы привыкли, с одной стороны, а с другой стороны, вот то, что я уже вам сказала, соответственно, вы почувствуете, что отношение людей, вернее, не так, оно не изменилось к вам, естественно, все будут вами восхищены, очарованы, будут вас просить что-то сделать, взять вас на ручки, помочь и т.д. и т.п., да, заискивающие как-то, может быть, вести себя, второе значение этой карты, тайна, да, что тоже вас, кстати, много чему научит, вы поймете, как бы, истинные отношения людей к вам, ну, даже не то, что истинные, а просто с другой стороны вы увидите этих людей, которые немножко по-другому стали себя с вами вести, с другой стороны перед вами открылись, стоило только вам проявить инициативу и показать себя как-то вот более храбро, более серьезно, да, вот как бы вы поднялись здесь на ступеньку выше в своих собственных глазах, другие вас зауважали, и то, как они начали вести себя, вот это для вас будет большим открытием, да, некую даже тайну вы в этом откроете для себя, то, что было тайно для вас, то, что вы раньше просто не видели, не понимали, возможно, даже некие отношения, я в группе, в коллективе, вы просечете благодаря смене роли вашей собственной в этом коллективе, в этой группе, короче, вы поняли, вот, и это тоже будет для вас в любом случае, и в случае какой-то поездки, когда вы новых людей, новых акул, пера встретите, и в том смысле, в том случае, когда увидите изменение отношения к вам, для вас это будет урок, вот урок, здесь очень уместное, хорошее слово, для вас это будет хорошее обучение по жизни, да, хорошая школа, я бы сказала, вот такие здесь пироги, такие здесь мысли у меня возникают по этим картам, ну, конечно, возможно здесь для вас буквально обучение, открытие каких-то тайн, открытие неких секретов, то есть кто-то вам может о чём-то намекнуть, если любимый человек пришлёт вам музыку, внимательно, как я уже сказала, слушайте эту музыку, возможно, это не просто какое-то романтическое признание, но буквально открытие какой-то значимой тайны в ваших отношениях, или значимой тайны о нём, об этом человеке, да, то есть переслушивайте эту песенку, которую он вам пришлёт, переводите слова, если она не на вашем языке, и, соответственно, делайте выводы, что же это всё значило, вот, ну, как вариант, да, вдруг там действительно какая-то скрытая тайна и скрытые смыслы, помимо просто того, что это красивая, интересная музыка, романтическая. Обучение, я сказала, если для вас это актуально, также обучение, новая информация, попадание в новую обстановку, в новый мир, знакомство с новыми людьми, это всё вас ждёт на этой неделе. Вам будет интересно, вам будет странно, непривычно, но это путь, который вам нужно пройти, это хороший урок, это хороший плацдарм для развития, вот некая платформа для развития. Естественно, по проблеме это всё тоже актуально, по загаданной проблеме, и здесь проблема не решится, потому что это только начало, это, опять же, только начало пути, и вам, наверное, такой совет по проблеме конкретной, и воспринимайте это всё не как путь к какому-то решению, а просто как вот путь самурая, как бесконечное развитие, как бесконечное обучение по жизни. Возможно, это действительно тот урок, который вам нужно просто пройти, урок ради урока, то есть урок не ради, то есть это не всё делается ради чего, не ради решения конкретного этой проблемы, а ради того, чтобы встретить новых людей, куда-то двигаться, с кем-то общаться, развиваться, показывать и пробовать себя в новые роли, и т.д. и т.п. Всё, пожалуй, счастья вам, любви, гармонии, развития, развития в отношениях, попробуйте, проявите смелость, храбрость в отношении значимого для вас любимого человека, вдруг он вас зауважает, запросится прям сразу на ручки, и отдаст бразды правления вам на этой неделе, да, а вдруг у вас с ним ждут новые уроки и большие перспективы, и путь длиною в жизнь. Всё, пожалуй, удачи вам, счастья, любви, гармонии, я перехожу, наконец-то, к третьему варианту. Итак, третий вариант, что же вас ждёт на этой неделе? Безопасность, это прекрасно, препятствие, ну, без препятствий, опять же, ложка дёгтя в бочке мёда, и карта события, очень интересно, ну, может, с конца начнём, во-первых, не, давайте с первой карты, безопасность, также выпадала эта карта уже в том раскладе мартовском, здесь, возможно, у вас продолжение следует, или на вас найдёт такой рабочий стих, что, с одной стороны, вы можете быть здесь на этой неделе в сплошных поездках, в сплошном движении, по делам можете ехать, мотаться, банально на работу каждый день ездить, мотаться, ездите, мотаетесь вы какими-то определёнными дорогами, скорее всего, путь, дорогу вы выбираете сами, то есть буквально сами вы туда, ну, не то, что выбираете ехать, не ехать, вы скорее выбираете, каким путём вам туда ехать, да, самостоятельность в образе действия, в направлении какого-то пути, даже если вам сверху задаётся конечная точка, именно маршрут, вот этот, вы можете выбирать сами, сколько угодно может быть путей из одной точки в другую точку, но самое главное, что вы выбираете этот путь сами, никто вам не говорит, что вот езди только по рельсам, каким образом ты будешь эту цель достигать, это уже твои, так сказать, проблемы, это твой выбор, давайте мягко скажем, тактично скажем, да, то есть, в принципе, вас, вас не будут ограничивать в том, каким образом вы из пункта А доберётесь в пункт Б, главное, чтобы вы дошли, так сказать, благополучно, но дойдёте вы благополучно, я вам могу здесь сказать, хотя вот этот ваш выбор пути, вот этот ваш выбор методов, он некоторым людям может казаться странным, вы здесь, опять-таки, можете услышать, что что-то как-то странно ты всё делаешь, что-то у тебя всё шиворот на выворот, у тебя, блин, вся жизнь шиворот на выворот, вот такие эпитеты в свой адрес вы можете здесь услышать, но я думаю, что вам уже не впервой такое слышать, может быть у вас в гороскопе очень яркий уран, то есть вы вообще может быть очень такая неординарная личность, и именно в образе действий вы креативны, в образе мышления, может быть, ну, наверное, в образе мышления сначала, потом в образе действий, потому что вы можете решиться, рискнуть и вообще, извините, допетрить до таких способов решения проблем, до которых не доходят другие, да, вот, типа, ты не догадался, а я догадалась, вот, то есть вы можете догадаться до каких-то таких вариантов, на которые другие не решатся, не рискнут, да и если рискнут, у них это тупо не получится, а вы знаете, что делать, знаете, как делать, знаете, как добраться из пункта А в пункт Б, каким способом, даже если этот способ кому-то кажется каким-то неправильным, шиворот на выворот и все такое, но сильный уран, он и в Африке сильный уран, соответственно, да, уран, бля, 235-й, вот, ну, короче, не важно, вот, то есть возможно, а, кстати, дождливая погода нас на этой неделе может ждать, в каком бы городе вы не жили, тем не менее, дождь вам будет сопутствовать, куда бы вы не поехали, даже если вы вдруг внезапно соберетесь в Африку, вот там как грянет этот самый сезон дождей, даже если сейчас не сезон, ну, вот, да, дождь вас будет не преследовать, да, он вас будет везде сопровождать, везде он вам будет сопутствовать, и, в принципе, такая дождливая погода, она будет вас скорее даже бодрить, даже если кого-то она немножко угнетает, и вообще то, что угнетает других на этой неделе, вас только бодрит, вас приводит в состояние эмоциональной такой вот мотивации скорее, да, вы заинтересованы, вам интересно, вам интересно добираться из этого пресловутого пункта в пункт Б, да, именно таким способом, именно жить так, как вам хочется, как вы сами хотите строить вот эту свою жизнь, как вы сами хотите режим дня формировать для себя и выстраивать, вот так вы и будете все это выстраивать, короче, если даже кому-то что-то покажется, пошли все нафиг, им это кажется, то есть для них такой вариант может быть и был бы странным, если бы они за это взялись именно вот таким способом, а для вас это будет то, что нужно, это будет самое оно, и только вы знаете, как сделать именно вот так, как быть эффективными, это ваш способ, ваш способ жизни, ваш способ действий, и делайте сами, да, карты вам в руки, только вы это сможете, вот, а у других может быть кишка тонка, они даже не потянут именно такой вариант развития, вот, что хотела вам сказать, да, по этой карте безопасности, ну, естественно, по карте безопасности вы будете в безопасности, даже если какой-то вариант кажется рискованным, именно вариант действий, поездка какая-то, какой-то жест, там, подать куда-то документы, сделать час или подождать, вот здесь лучше, конечно, сейчас делать, потому что, что будет, то будет, даже если будут какие-то препятствия, здесь вам следует руководствоваться принципом лучше раньше, чем позже, потому что раньше сядешь, раньше выйдешь, раньше натолкнешься на эти препятствия, раньше это решишь, вот так можно здесь трактовать, но не скажу, что вам именно нужно торопиться, но поспешай медленно, фестина ленты, просто нужно двигаться постоянно, вот это ваше постоянное, ну, не броуновское, не хаотичное, но движение на этой неделе, да, в вашем направлении, к вашей цели, в ваших делах, в ваших намеченных планах, да, то есть, короче, движение здесь есть, если вы загадали, особенно по какую-то проблему, движение есть, развитие есть, вы все делаете правильно, вы идете своим собственным путем, не сомневайтесь в этом вашем движении, в этом вашем направлении, это ваш путь, который вы осилите, дальше, после этой карты дорога, безопасность и вот такое вот, да, такое странное колесо, мы встречаем карта препятствия, возможно, здесь вы столкнетесь с этими препятствиями, но я уже сказала, что лучше раньше, чем позже, не могу сказать, что это будет препятствие для вас именно какое-то критичное, но, скажем так, неприятное, но вам будет интересно, вы попадете действительно в какую-то такую странную ситуацию, буквально, как похищение инопланетянами, а с другой стороны, вот гляжу я на эту карту и думаю, что, во-первых, это некий необычный опыт, то есть, короче, негативный опыт это тоже опыт, короче, если мы попадаем в какую-то ситуацию, это нам тоже дано для чего-то, я уже говорила о предыдущих вариантах на тему урока, некого от жизни, а вы здесь получаете даже скорее не урок, вы получаете новые возможности, короче, сейчас расскажу, в чем фишка, возможно, вы здесь шли по вот этому пути, который вы выбрали, и вам нужно было идти по этому пути ради того, чтобы натолкнуться вот на эти препятствия, а препятствия, когда вы на них натыкаетесь, они, собственно, обнаруживаются, и вы начинаете, у вас как бы момент, как мозговой штурм начинается, брейнсторминг, и вы решаете, начинаете решать эту проблему, короче, не пошли бы вы именно этим путем, не выбрали бы вы именно поехать сейчас, поехать именно на этой неделе, не всплыла бы, не вскрылась бы эта проблема, вот, вы ее здесь вскрываете и находите выход, то есть то, что для вас может некая неприятность, она, ну, как смотрится сначала, видится сначала, как некая неприятность, это может быть как раз то, что вам нужно для того, чтобы еще более неординарно здесь рассмотреть эту ситуацию и придумать еще какой-то более неординарный вариант, то есть даешь чем более неординарнее, чем тем круче, вот такой у вас может быть девиз, даже если кому-то будет это все невероятно казаться, да, а, вот еще момент, да, вот даже если кому-то будет невероятно казаться какие-то препятствия, если вы их предчувствуете, вот будет именно так, как вы предчувствуете, я же прям пальчиком вот так вот трясу за экраном, возможно, вы здесь понимаете, что вот у всех проскочила а вы вляпаетесь в это и если вы там с какими-нибудь знакомыми родственниками коллегами на эту тему поговорите на тему вот я боюсь что мы сейчас с тобой вляпаемся именно вот в это вам могут не поверить и сказать да ладно да чего ты чуть а такое негативное настроение да все будет хорошо да ладно проскочим вот имейте ввиду что если вы думаете что вы проскочить и скорее всего ну вернее не тогда если кто-то говорит нам да ладно проскочим а вам ваша интуиция подсказывает ваш уран сильный подсказывает что в гороскопе соответственно что немножко вы но натолкнетесь да придется вам столкнуться с неким препятствием вот имейте ввиду что действительно ваша чуйка вас не подводит а эти люди которые говорят да ладно да чё ты нагнетаешь да все будет нормально все проскочили мы проскочим до вероятность этого один процент и 99 что все будет окей вот имейте ввиду что вы все видите правильно что вы правильно оцениваете ситуацию если вы предусматриваете некоторые варианты вот к чему мы идем к предусмотрительности если вы предусматриваете какие-то варианты предусматривайте это то есть не надо слушать никого кто говорит да ладно да чё ты берешь с собой запасной жилет надувной да запасной спасательный жилет да чё ты опять перестраховываешься да все будет хорошо проскочим вот вам нужно перестелить соломку да постелить соломку где нужно перестраховаться особенно если вы это знаете понимаете если вам подсказывает это ваша интуиция вот что я здесь хочу сказать вам на этой неделе что для вас будет главное и еще какой момент по поводу препятствий нет я не буду по поводу этой карты препятствий я не буду говорить что здесь что-то с домом с вашим случится чуть-чуть вы не дай бог да не буду говорить что там может быть какая-то до падение кирпичной кладки черепицы и все то все что с этим может быть связано скорее всего нет буквально мы не будем трактовать эту картинку а вам совет дает это такая эта карта что принимаете вот эти события негативные вот эти проблемы с которыми вы сталкиваетесь принимаете это как возможность то есть любой кризис любая проблема любая заморочка да даже если стена рухнула это в любом случае это в любом случае это кризис который показывает обнажает с одной стороны проблему которая была скрыта была не видно с другой стороны это новая возможность это путь все равно к улучшению к чему-то лучшему вот в любом случае то есть путь к какому-то развитию то есть если бы вот этого не случилось было бы хуже потому что потом это все бы может быть ну скажем тогда или вообще ситуация не развивалась бы никуда если бы вы не натолкнулись на это препятствие вы так бы в этой стагнации бы и сидели а во вторых да если звезду зажигают значит она кому-то нужно если несчастье случается значит лучше бы да что это типа малое зло до меньшее зло могло быть и хуже если бы это не вскрылась сейчас да вот если случается сейчас имейте ввиду если бы случилось позже было бы хуже вот и вот этот момент он дает вам возможность подняться над ситуацией найти новый выход вот это самое главное да вы здесь находите новый выход сможете ну вот действительно да когда инопланетяне похищают и там улетаешь на другую планету они меня не похищали но вот да чисто гипотетически это просто прорыв в сознании да это поднятие буквально даже физическое над ситуацией когда ты вот сверху на все это смотришь и тип ну отойдем уже от однопланетян да вот когда ты поднимаешься благодаря вот этому кризису поднимаешь на ситуации ты понимаешь что если бы не этот кризис ты бы так и топтался на этом пятачке так бы никуда это все не развивалась да вот то есть стоило только натолкнуться надо то есть на эту стену ты понимаешь что тебя уже выбрасывает куда-то наверх но не то что там сверхчеловеческие какие-то способности а в себе обнаруживаешь ты просто по-другому начинаешь смотреть эту ситуацию и видеть что если бы оно шло как и шло если бы оно шло все нормально вот этим своим чередом то не было бы вот этого выхода из этой проблемы из этой ситуации вот особенно если вы загадали сюда проблему вот имейте ввиду что это большое благо наконец-то вырваться из этого колеса сансары простите и подняться увидеть проанализировать это все найти реальный выход из этого из-за всего да ну короче вы поняли в общем ситуация если по проблеме говорить ситуация здесь не разрешится на этой неделе но благодаря кризису вы увидите новое решение вы увидите что все что сделано вами она может быть и правильно сделано и хорошо что все это сделано но вас прям выбросит куда-то и вы увидите картину абсолютно другой да и увидите самое главное а путь дальнейшего развития то есть развитие продолжается развитие идет вперед но это большой прорыв очень полезный прорыв для для вашего конечного результата которому вы здесь идете вот хотя опять здесь можно сказать что путь самурая путь это главное да и вы здесь очень много чего нарабатываете но здесь все таки более результативный вариант чем первый здесь прямо все все дела какие-то поступки действия результат причем здесь скорее стремительная неделя вот я сказал здесь наверно самый стремительный из всех трех вариантов да вот как я сказала в начале что там ничего вам особо не светит до никакого движения на этой неделе смысле на предыдущих вариантах сказала что там нет движения вот а здесь наоборот как я сказала в начале что у вас будет постоянное движение вот так вы будете постоянно постоянно в движении и на этой неделе и даже его темп будет нарастать или даже не то что темп а скорее эмоциональная интенсивность вот всего происходящего здесь будет нарастать естественно карта события вас буквально вот бросает бросает в какое-то важное событие что-то такое важное судьбоносное поворотное здесь случится возможно вы сами решите прыгнуть с парашютом откуда-то вы сами можете решиться на некий такой прыжок в бездну прыжок в неизвестное но вам будет интересно вам будет комфортно вы будете в таком он совершенно ошарашенном состоянии но это эйфория это такое ощущение что какой же я молодец как же я крут что я вот это все делаю что я рискнула что я на это решилась да вот такое ой даже я не могу сказать что это приподнятное состояние после похищения это инопланетян не то что приподнят а да тут они похищают этого человека тут они этого превратили в медведя на неважно тут они уже этого персонажа скидывают со своей летающей тарелки ну здесь самолетик но неважно вот сначала подняли высоко высоко над землей а потом как скинули его вниз типа ну лети лети пташка домой на парашюте вода не будем тебя заморачиваться опять спускать выкинем к сверху лети долетишь до долетишь любом случае вот возможно здесь вас сначала подбросит высоко высоко вверх а потом вы выпрыгните куда-то вниз и это будет действительно как прыжок в бездну как прыжок с парашютом вот на такое важное действие действую такой важный шаг вы здесь решитесь может быть вас потянет реально на какие-то экстремальные виды спорта можно в аэродинамической трубе полетать почему нет можно заняться танцами йогой какими-то такими упражнениями совершенно безумными может быть до упражнениями на растяжку с одной стороны с другой стороны вот вот это вот аэродинамическая труба полетать в аэродинамической трубе вам здесь придется если даже не вы буквально решитесь на такой эксперимент физический своей жизни возможно вас судьба именно по по происходящим событиям по развитию событий вашей жизни вот закинет сама в эту аэродинамическую трубу по жизни и вы будете там лететь и с одной стороны будет ощущение что вааа это все я не я не верю да неужели это все происходит со мной да вот такая вот смена полюсов буквально у земли да у вашей жизни хороший опыт да хороший опыт много адреналина хорошо вы будете себя чувствовать вам может быть нужна такая встряска потому что может быть вы уже засиделись это кстати будет вот такие колебания и судьбы и также запись на экстремальные всякие развлечения на колесо а бар за оборзение если вам захочется подняться можно подняться сверху посмотреть на город вот такие вот кульбиты судьбы вас могут вдохновить и могут снять стресс короче говоря да то есть короче это эти карты могут быть связаны как я уже сказала сначала забрали на летающую тарелку потом выкинули долетишь сама типа вот ну могут быть и не связаны эти события в том смысле что если у вас что-то странное страшное такое вот случается клин клином вышибают вам нужно настроиться на какие-то экстремальные времена требуют экстремальных мер да то есть вот какие-то экстремальные виды спорта экстремальные поступки для вас как выпрыгнуть из парашюта она самолета с парашютом вот она возможно для вас будет именно то что нужно в плане гармонизации вашего внутреннего состояния в плане нормализации вот этого правильного гормонального фона ладно давайте так скажем правильного выделения адреналина правильно вот этого вашего состояния то есть чтобы снять стресс да вот придумывают всякие такие в особо стрессовых компаниях любят ходить на корпоративы на тимбилдинг и прочую фигню на всякие стресса стрессовые такие вот что аттракционы вот до аттракционы как та же аэродинамическая труба допустим да вот ну у вас на этой неделе просто сама жизнь это сплошной аттракцион вот я выбрала это слово да наконец-то дошла до него вся ваша жизнь не скажу труба мы скажу вот именно аэродинамическая труба такой вот такое постоянное то вверх то вниз постоянный выброс адреналина и вас будет качать очень сильно на этой неделе но вам будет хорошо опять же адреналинчик он хорошо пойдет да хорошо пошло здесь вот не дурно пущено как говорится ну что все пожалуй я смотрю на эти карты не хочется мне ничего говорить про полеты про самолеты про летание да вообще про полеты всякие разные про там перелеты поеду про поездки сказала но перелеты здесь вот не хочется мне говорит что избегайте их потому что даже если ну во первых не сбежишь ты их все равно говори не говори все равно если вот по судьбе написано полететь и влипнуть там в какую-то ситуацию то все равно это произойдет но я не вижу здесь тем не менее даже несмотря на весь стресс и на весь напряг я не вижу здесь именно негативного решения ситуации да то все в любом случае хоть будет и нервно и стрессово но все будет окей в итоге и вы выйдете самое главное из этого всего опыта сильными с новым порогом нас ощущением нового порога своих собственных возможностей с неким снятым стрессом а вот буквально если что такое случается бывает вот когда это все произошло нас сначала был напряг напрягте а там трясло сжимала колбасила и плющила а когда вот отпускает то уже идет вот такая ситуация вот облегчение это уже просто смеяться на всем этим начинаешь да вот такой может быть даже какой-то приступ смеха вас вами овладеет а вот вас разберет после вот этой всей ситуации да вот видимо мной тоже сейчас после того как я разобрала эту ситуацию тоже овладеет приступ смеха но неважно но не факт да но не факт вот ну ну не суть и не факт да так что возможно вот у вас тоже такое скорее эмоциональное состояние будет после этой недели что а неужели я все это сделала неужели я сама вот прыгнула с этого самого пресловутого самолета да неужели вот я на такое способен или способна а ведь это было круто может быть вам захочется еще повторите еще и еще но смотрите что адреналина адреналина зависимость это тоже зависимость так что постарайтесь с одной стороны конечно клин клином вышибают если вам плохо конечно вот такой адреналиновый прыжок это будет замечательно и хорошо а с другой стороны посмотрите чтобы до следите за тем чтобы это не стало такой вашей зависимостью да и уже не вошло бы в систему то есть у вас и так то жизнь в общем-то неординарная да вы все равно да может быть такая работа у вас и график ненормированные работа хрен знает какая да у вас каждый день какой-то сюрприз на работе стрессовый вот в духе там очень очень такой вот сложные работы до агент пяти разведок какой-нибудь и каждый день сюрпризы вот ну нити ввиду что здесь можно на это так вот капитально подсесть и потом может быть просто тупо выгорание это один-два раза это можно попробовать один-второй раз на один-два раза клин клином выше ведь можно а потом будет уже сложно без этого обходиться потом жизнь уже будет пресная неинтересная хотя возможно что вам сейчас пришла пора вдохнуть немножко этого адреналин щеку до вдохнуть немножко вот такой бесшабашности какой-то по жизни до порешать какие-то очень серьезные задачки столкнуться с кризисами которые вас тем не менее нашу приподняло до шлепнуло что называется вот потому что может быть вам этого давно уже не хватало и вам хотелось бы еще более выйти за рамки вот этой привычной колеи даже если все на вас смотрят крутят пальцем у виска и говорят ну ты вообще отмороженная ну ты вообще да у тебя вообще там то есть народ смотрит на вас и думает как ты с этим справишься как ты вообще так живешь да что у тебя сплошные какие-то скачки выбросы куда-то да тут и под землю спускаешься как диггер то ты самолета прыгаешь ну в общем вот такая жизнь да такая жизнь у вас и всегда и возможно на этой неделе особенно но все будет хорошо готовьтесь ждут вас такие вот перепады ждут вас такие американские горки самолеты парашюты и все будет хорошо да и инопланетяне все будет замечательно хотя может быть для других вы и сами как некая инопланетянка ну все пожалуй рассказала я что здесь вас ждет вы сами видите это все по этим картам ну либо вас либо того человека если вы того чувака загадали сюда до того парня которого вы сюда загадали если вы загадали сюда проблему имейте ввиду что вот такие встряски еще какие американские горки вас ждут по этой проблеме но опять же как уже было сказано вы получите новую информацию новые знания новый опыт расширение возможностей обязательно и очень деятельную очень инициативную с вашей стороны неделю поэтому конкретному вопросу по этой конкретной проблеме будет плющить и колбасить короче готовьтесь к этому вы выбросу адреналина до вы вы дрессирует вас этот адреналин и вся вот это вот сама ситуация но вам будет интересно чем я вас и поздравляю это хороший опыт вы все сможете вы будете крутые будете чувствовать себя очень крутым человеком которые на это все способны которые все это тянет счастье вам любви гармонии безопасность она при вас никуда не девается может быть ее даже слишком много вашей жизни но пусть она будет у вас пусть с вами все будет хорошо на этой неделе с вашими близкими спасибо картам было интересно спасибо вам за просмотр спасибо мне что есть я у меня у вас всем спасибо всем счастливо всем пока хорошей недели хорошего окончания недели побольше отдыхать пусть все будет не просто хорошо а замечательно прекрасные перспективно всем спасибо всем счастливо всем пока